Избиратели подтягиваются к участку с раннего утра. Издалека организация выборов больше напоминает праздник с песнями, плясками и выступлениями ансамбля из Луганска. Светлана Колодник пришла на избирательный пункт вместе с дочкой. Долго выбирала, напротив какой фамилии поставить крестик. На окончательном решении сказалась и предвыборная программа кандидата и его личностные качества. Мне показалось, что он самый надежный, что на него можно положиться, за кого стоит проголосовать. Избирательные участки расположились в соседних комнатах. Справа ДНР, слева ЛНР. Поток людей в пункт Луганской республики на порядок меньше. Сказалось расположение выборного пункта. Географически поселок Красный Десант ближе к Донецку, но пришедшие избиратели с Луганщины были готовы преодолеть расстояние в 200-300 километров и отдать свой голос за полюбившегося кандидата. Чтобы они больше людям помогали. Они как себе карманы набывали, как в Киеве, например. Людям, пенсионерам, детям. Это, мне кажется, самое главное, чтобы было для народа. Всего в Ростовской области смогли проголосовать 4900 человек. Именно столько бюллетеней заготовил избирком. До последнего председателя комиссии опасались, на всех может не хватить. Поток украинских жителей оказался настолько огромен, что людей, не зарегистрированных на участке, пришлось заносить дополнительные списки. Только за первые два часа их количество превысило 25 человек. Такая практика абсолютно законна, уверили председатели избиркомов. Закон, которым мы руководствуемся, принят был ДНР. Это закон о выборах депутатов Народный совет ДНР и закон о выборах главы ДНР. Для тех, кто не смог прийти на голосование из-за физических возможностей, функционировали передвижные избирательные урны. Вместе с наблюдателем из Венгрии представители Луганской Народной Республики отправились в ближайший пункт размещения беженцев. Мы вам предоставляем два бюллетеня. Один на главу республики, а один бюллетень на парламент. Международные наблюдатели никаких нарушений в избирательном процессе не заметили. Наоборот, похвалили организацию выборов и силу воли украинского народа. Это нужно для того, чтобы мир начался на этой территории, чтобы возрождалась новая страна, новые государства, как Луганские и Донецкие Народные Республики. По итогам выборов главой Луганской Народной Республики стал Игорь Плотницкий. В ДНР с большим отрывом победил Александр Захарченко, лидер партии Донецкая Республика. Юлия Карасюк, Дмитрий Андреянов. Главное новости.